Друзья, давайте скажем славу Богу нашему. Вы знаете, я замечаю, что в христианской жизни очень важно знать и понимать, в какой период времени мы живем. Очень важно, я думаю, вы все понимаете, эта мысль очень простая. Если бы, например, вам сказали, что до пришествия Христа осталось два дня, изменилось ли что-то в ваших поступках или нет? Думаю, что изменилось бы. Информация, которая дана была бы нам относительно того, где мы с вами находимся в данный период времени. И мне просто стало интересно, друзья. Вы знаете, что я когда перечитывал Евангелие недавно, я понял, что Господь использует специальный язык. И мне интересно, или мы этот язык понимаем с вами. Вот мы читаем Евангелие уже столько лет, столько времени мы читаем с вами Евангелие. Я буду читать то, что говорил Господь. Он говорил это о времени, в котором должны жить христиане последних дней. Давайте обратимся к Евангелии Луки, это 12 глава. Я прочитаю, я не знаю даже, как назвать. Это притча, наверное. Скорее всего, это притча. Но давайте обратимся к тексту, и мы очень коротко над этим порассуждаем. Ибо где сокровище ваше, 12 глава, 34 стих. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, друзья. Не есть. Там сердце ваше что? Будет. Смотрите, дальше написано так. Да будут чресла ваши припоясаны, светильники, горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака дабы, когда придет и постучит тот час отворить ему. Блаженно рабыти, которых Господин пришед, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припоясится и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их там, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, который час придет, вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет сын человеческий. 41 стих я почитаю еще, и мы на этом закончим. Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или ковсен? К нам ли притчу сию говоришь, или ковсен? Христос ему к слову сказать не ответил. И я думаю, что когда я закончу свою проповедь, вы поймете, почему Христос ему не ответил. Но эта притча, или эта история, друзья, притча, будем держаться и в армянском тексте, эта притча, она изубилует очень интересным языком, или она изубилует вещами, словами, которые мы с вами должны понимать, друзья. Я верю, что эта притча о последнем времени, вы согласны или нет? Это притча о времени, когда Христос должен возвратиться. Он еще не возвратился. Это притча о том, как надо ждать возвращения нашего Господина. Эта притча касается нас с вами, друзья, потому что мы живем в такое время. Вы знаете, когда Он придет? Кто знает, когда Он придет? Никто не знает, когда Он придет. Но здесь притча описывает, как надо правильно Его ожидать. И смотрите, друзья, во-первых, я хочу остановиться на нескольких моментах. Первый момент, на котором я хочу остановиться, написано, когда Он придет, и что сделает? И постучит. Кто знает, что означает Он постучит? Кто понимает, о чем вообще Христос говорит? Христос говорит, вот будут последнее время. Вы должны быть похожи люди на людей, которые ожидают стука жениха. Которые ожидают стука жениха. Вы понимаете, друзья, что мы ждем с вами или нет? Он еще не пришел. Прежде чем Он придет, Он должен что сделать? Постучать. Мы должны услышать то, что не может услышать человек спящий. Мы должны понять, что этот стук подразумевает, что с другой стороны дверей кто-то находится. Друзья, я не собираюсь углубляться в это все, но вы должны понимать, о чем я говорю. Христос еще не здесь, да? Но как часто бывает, что Он стучит, и мы просто этого, что не замечаем. Не только мы с вами. Я сейчас подойду к этой мысли, я хочу ее объяснить немножко глубже. Потому что, на мой взгляд, друзья, знаете, то, что вложено в это понятие постучит, это приблизительно следующее. Помните, что Лужанку Роду, которая услышала, что кто-то стучит в двери. И она вышла и открыла и видела Петра. И она ничего не поняла, что это был Петр. Или она перепугалась, или что там с ней случилось. Но она Петра не впустила тогда. Она от радости побежала, начала помнить эту всю историю из Деяния. Петр Бедолага там стоял, дожидался, пока ему вторично откроют. Но состояние приблизительно вот следующее. Понимаете, Христос еще не пришел, но Он регулярно стучит к Своей Церкви. Перед пришествием это будет некоторое событие. Сам текст притчи он подразумевает, смотрите, если придет Его вторую стражу, и если придет в третью, так в какую он придет? Во вторую или в третью? К слову сказать о четвертой страже, я сейчас к стражам немножко перейду и поговорю об этом немножко. Но, друзья, поймите, церковь в последнее время, она должна быть в состоянии таком, когда она ожидает и переживает, что все стою у двери и стучу, друзья. Все стою у двери и стучу. Это обозначает, что мы должны собираться на собраниях и ожидать на собраниях, чтобы Он постучал в наше собрание, друзья, чтобы в наших собраниях начало что-то происходить, чтобы в нашем собрании возвращались Петры из этих темниц, понимаете? Чтобы в наших собраниях, друзья, начали происходить какие-то вещи, которые бы реально привели бы людей к осознанию, что это Бог стоит. Знаете, что здесь интересно, друзья? Интересно то, что ожидающие ожидают Его стука, и в большинстве случаев, когда Он стучит, Он находится не внутри, Он находится где? Он находится вне, Он находится снаружи где-то. Понимаете, друзья, что Христос дает нам намек, что в последнее время очень много будет служений, где мы просто Его в наше служение не будем пускать. Мы не будем давать возможности Ему зайти в эти служения. Хотя Он Господин, и хотя все говорят, мы Его ждем, мы Его ждем, но здесь намек Писание на то, и я думаю, вы согласны со мной сегодня, что очень много служений, они заполнены чем хочешь, но не присутствием нашего Бога, друзья, не присутствием силы Его. Как мы сегодня молимся, скажите? Ну, давайте практическую сторону возьмем в сегодняшней нашей молитве. Больше похоже оно на бодрствующих или на спящих сегодняшняя молитва. Но я буду говорить реальные вещи, потому что, понимаете, друзья, кое-что, если мы не скажем и не назовем вещи своими именами и будем притворяться, что все у нас в порядке, то оно никогда не изменится. Но если мы встанем и скажем что-то неправильно, давайте чуть-чуть, друзья, разберемся с стражами, совсем немножко. Я перечитывал некоторые места священного Писания и смотрел, друзья, в древности, в Ветхом Завете было три стражи, было три ночных стражи. Новозаветное время оно описывает нам четыре стражи. Стражи начинались, ночные стражи начинались с шести часов вечера. И если верить древним писателям, оно и соответствует евангельскому тексту. Я не буду вам сегодня доказывать, но, например, примерно если вы будете читать о том, когда он ходил по воде, то он шел в четвертую стражу. Написано в четвертую стражу. Здесь описано вторая и третья. Первая стража, это была, наверное, самая легкая стража. Это была стража с шести часов вечера до девяти часов вечера. Это была первая стража. Редко в Писании вы найдете что-то о первой страже, потому что первая стража еще даже не все позасыпали. Христос говорит, что его пришествие будет во вторую или в какую? Или в третью. Вторая стража начиналась с девяти вечера и заканчивалась в двенадцать часов ночи. Третья начиналась в двенадцать ночи и заканчивалась в три часа ночи. И последняя или утренняя стража, они там еще по-другому называются, они еще назвались пение петухов и так дальше, неважно. Последняя стража здесь не описана. Христос нас подводит к очень интересной мысли, потому что если вы читаете Евангелие, вы должны замечать этот язык, где написано, что в полночь раздался крик, вот жених идет. Друзья мои, вторая или третья стража. И дальше он говорит, что когда он придет, где-то приблизительно в этот период, будет ли это вторая стража или третья стража, я не знаю. Будет ли это полночь, Писание нам не дает. Но Библия говорит, он хочет найти нас бодрствующими. Вот об этом я хочу очень коротко сегодня проповедовать, и мы с вами об этом помолимся. Вы понимаете, что обозначает человек бодрствующий? Я не знаю, или вы когда-либо ехали сонные за рулем, ехали или нет. Ехали, когда вам сильно хотелось спать. Что вы делали, когда вам сильно хочется спать? Что вы делали? Жевали семечки, я не знаю там. Я себя по щекам бил. Мне ненадолго хватало, правда. Но я знаю, друзья, за рулем очень трудно бороться со сном. Знаете почему? Потому что нет движения. Ты сидишь на одном месте. Но если, например, ты сонный, тебе хочется спать. Ты находишься даже в квартире своей. Знаете, какой рецепт для того, чтобы сбросить с себя сонливость? Знаете, какой? Надо встать, походить. Надо чем-либо что заняться. Надо начать что-то делать, друзья. Надо начать что-то делать. Теперь послушайте меня. Я хочу, чтобы вы понимали, что я говорю сейчас о вещах духовных. Христос придет во вторую или в третью стражу ночи. Это время, когда человеку самое большее будет хотеться спать. В первую стражу не так. В первую стражу нормально. Мы вошли с вами сейчас в такое время, когда церкви максимально хочется что сделать? Поспать. Знаете, что такое поспать? Хочется отдохнуть. Хочется получить удовольствие. Хочется просто посидеть дома, в конце концов. И так не хочется ничего делать, друзья. Аминь? Сегодня попробуйте найти проповедников. Да? С хором, с тружениками. Чем дальше, вы обратите внимание, ну такого раньше как-то не было. Сейчас чем дальше, тем труднее найти человека, который бы захотел что-то делать. Почему? Потому что спать хочется. Вы понимаете? Я даже больше вам скажу, друзья. Просто прийти в собрание временами для людей, это сегодня большая нагрузка. Ну так или нет? Объявляем молитву, вроде бы. Правда? Объявляем. Не каждый же день объявляем квартальную молитву. Не всегда это делаем. Объявляем молитву. Звоним одному человеку в одном месте, другому человеку в другом месте, в третьем месте. Почему? Потому что, друзья, время настало такое, которое клонит нас всех ко сну. И я знаю, друзья, что многие могут притворяться и говорить, что мы такие духовные, но оно действует сегодня на всех нас. Вот это время, оно действует на нас всех. Нам всем хочется расслабиться, отдохнуть, поехать куда-то туда, что-то сделать такое, знаете, для себя, заработать немного денег, и еще что-то, еще что-то. И мы забываем, друзья, что это, эти вещи, понимаете, знаете, что, когда вы перечитываете эти места, вы должны понимать некоторые моменты. Смотрите. Во-первых, ночные стражи, они были для всех или не для всех. Апостол Петр задал вопрос Христу. Говорит, это для нас или для всех? Скажите, это для кого-то особенного или для всех? Понимаете, друзья, что этот стих Писания написан для всех? Все бодрствуйте. Но скажите мне на практике, как вы думаете, будут ли все бодрствовать или нет? А? Нет. Не будут. Насколько я понимаю, друзья, стражи во время древней они назначались для тех, кто сидел у костра и сторожил. Чья обязанность была, друзья, в том, чтобы враг не прошел. Это были особенные люди, которых отделяли караул, так называемый, да? Это были караульные. Не знаю, как по-английски сказать. Это были особенные люди. И вы знаете, что интересно? Интересно то, что временами, когда мы видим общее состояние церкви, что все вокруг тебя засыпают, то нам приходит вот такая мысль. Раз все спят, то что? Да я дремонут рухи, правда? Ну все летом ездят, служение чуть-чуть оставляют все. И я чуть-чуть. Ну что я? Хуже других. И нам всем приходит вот такая мысль, друзья. И я не хочу сегодня никого осуждать, абсолютно. Я беру Иоанна Гриховский текст и стараюсь вам объяснить и показать, друзья, смотрите, что страж бодрствует, несмотря на то, что все вокруг него что? Спят. Понимаете меня? Я еще раз повторю эту мысль. Не смотрите, друзья, что все вокруг тебя спят. Писание говорит в последнее время, вот будет такие дни, когда я буду возвращать, я буду стучать, друзья. И дальше там, знаете, там есть одно очень интересное обетование. Запомните это обетование, друзья. Меня это обетование в свое время сильно потрясло. Потрясло до глубины души. Вы можете себе представить, что вы придете на небо, на небо, и на небесах вас встретит прославленный Христос, великий, в своем венце, друзья, в своей белоснежной одежде. Вы можете себе представить такую встречу, да? И потом вдруг Христос возьмет, снимет свой венец и начнет тебе служить. Так написано или нет? Давайте прочитаем еще раз. «Блаженные рабыти, которых Господин нашет, нашет, найдет бодрствующими, пришет, найдет бодрствующими. Истину говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служителем». Если честно, друзья, я не могу представить себе ситуацию, что это будет, да? Но вот послушайте меня, будет особенный, интересный класс людей, которые, когда они придут на небо, Христос возьмет их за руку, скажет, «Пойдем, там приготовлена особенная комната для вас, и в этой комнате служить будут не ангелы, а я буду служить вам». А знаете почему? Потому что, когда все спали, то ты не спал. Я заканчиваю свою короткую проповедь, я не хочу, друзья, углублять это место священного Писания, я заканчиваю свою короткую проповедь, и я дам просто вам практический пример, что обозначает не спать сегодня. Все очень просто. Знаете, что значит не спать? Не спать, друзья, это вовремя помолиться. Не спать, друзья, это вовремя читать Слово Божие. Не спать, друзья, это не пропускать сегодня собрание, хотя все пропускают. Не спать сегодня, друзья, это сегодня через силу делать какие-то вещи, которые делать не хочется. И тебя никто не судит, если ты, может быть, это и не сделаешь. Но ты себя пересилишь, и ты сбросишь с тебя эту дремоту, и сделаешь это. И вот это то, друзья, что откладывает особенную награду тебе на небе. Потому что, вы понимаете, друзья, что мера твоего усилия и мера твоего посвящения, она именно вот эта мера способствует мере твоей награды. И то, что ты преодолел себя в малом сегодня, и ты пришел сегодня на эту молитву. Друзья, сейчас мы хорошо сделали, что пришли, а теперь нам надо еще одно дело хорошее сделать. Знаете, какое? Хорошо помолиться. Нам надо сейчас хорошо помолиться. Знаете, почему нам надо хорошо помолиться? Потому что, друзья, когда я бодрствую, а возле меня десять спят, то мне надо так молиться, чтобы из-за себя, из-за тех десять, которые возле меня спят. Аминь. Аминь. Вот так, друзья. Мы должны сегодня так помолиться, чтобы за всех, которые спят, мы их не осуждаем. Мы понимаем, что есть ситуация, может быть, и я, где-то окажусь в положении спящего. А кто-то будет бодрствующий и будет за меня молиться. Но мы сегодня собрались, друзья, в ночную стражу, для того, чтобы помолиться за всех спящих. Во-первых, самому взбодриться, да? Самому, друзья, сегодня подняться из этой дремы, знаете? Войти в его присутствие и совершить молитву, чтобы она взошла пред лицо Божье и была услышана за всех спящих, которые сегодня спят, и они пробудились. Аминь. Склоняем колени для молитвы. Ава, Отче. Субтитры создавал DimaTorzok